Добрый вечер, друзья! Рада снова вас видеть в понедельник на наших встречах, как мы проходим управление и ведение блога на WordPress. Сегодня у нас 32-й урок, и мы разбираем тему видео. Мы вернулись снова к видео, потому что был запрос по Рутюбу. То есть мы прошли YouTube, прошли загрузку видео на хостинг, а затем мы к аудио приступили, и вот в итоге возвращаемся снова к видео, потому что тоже есть такой сервис, может быть, он не такой популярный, как YouTube, но на русскоязычной аудитории тоже там достаточно. Они сами декларируют, что 30 миллионов посетителей в месяц у них. То есть это достаточно большая аудитория и много просмотров. Ну что, друзья, по традиции, перед тем, как я начну, хотела бы спросить, есть ли кто-то, кто к нам пришел первый раз, поставьте, пожалуйста, минусики, чтобы я отличала от предыдущих плюсиков, и тогда я немножко скажу, что у нас в мероприятии, и вообще, что здесь ожидать. Поставьте минусики, кто пришел первый раз. Ольга, Василий, Елена, здравствуйте, добрый вечер. Ох, сегодня нас много. Вообще, на самом деле, у нас каждый раз кто-то приходит новый. Это очень здорово. Ну, всех приветствуем, да, это здорово, что вы тоже присоединились к нам. Напишите тогда вот, кто новенький, кто пришел первый раз, есть ли у вас блог. Поставьте единичку, если есть, двоечку, если нет. Вот, есть ли блог. Ольга, Елена, Василий, Александр. Ага, есть, хорошо. Двоечка есть, замечательно. Елены нет у блога. Хорошо. Так, двоечка. Ну, в основном есть, вижу, да, у Нины нет тоже. Хорошо. Ну, блог нужен. Если вы собираетесь, конечно, вести бизнес в интернет, пришли сюда всерьез и надолго, вам нужен, конечно же, блог. Блог – это инструмент, который позволяет продвигать вас, как специалиста, продвигать ваш бренд, привлекать аудиторию, формировать сообщество и в дальнейшем, конечно же, продавать. Продавать свои услуги, продавать товары, ну, в зависимости от того, что вы делаете. Поэтому без блога не обойтись. Это такой важный инструмент, который, пожалуй, на сегодняшний день единственный, который может бесплатно, да, бесплатно. То есть я не говорю вообще, что единственный блок-инструмент. Есть инструменты, которые вкладываешь деньги, и они, естественно, тоже дают плоды. Это реклама и так далее. Блог – это бесплатный инструмент, куда вы вкладываете свое время, свои усилия, свои знания, свою ценность, и он работает, как снежный ком. Знаете, вот с вершины спускается маленький шарик, в итоге со временем он превращается в огромный такой ком снежный, да, к концу. И как бы блог работает тоже на время. И обязательно нужно завести, у кого нет, нужно создать и настроить, правильно вести, писать статьи. Почему я спрашиваю, есть или нет блог? Дело в том, что вот эти вебинары, они уже проходят для тех, у кого все-таки есть блог, поскольку мы разбираем тонкости и детали ведения блога, то есть как его наполнять контентом, чем его наполнять, как пользоваться дополнительными сервисами. Ну, в любом случае, Нина, Елена, здорово, что вы тоже поприсутствуете, посмотрите. Ну, может быть, покажется для начала сложно, потому что, знаете, как без инструмента учиться играть на пианино, без пианино достаточно сложно, да, то есть нарисовать клавиатуру на бумажке, ты не слышишь ни звуков, ничего, поэтому, конечно же, тренироваться нужно на готовом инструменте. Вот, ну, надеюсь, что там данная лекция или вообще последующая лекция, если вы будете посещать и дальше, вдохновит вас на создание блога. На самом деле, ведение блога не такое сложное занятие, и есть уже готовые инструменты, есть WordPress, который, собственно, мы разбираем, да, это платформа, на которой делается блог. Вам не нужно вникать ни в какие тонкости программирования и всего прочего, уже все есть. Вот, есть шаблоны, в данном случае вот шаблон об Inspiration, где уже все встроено, все включено, и вам не нужно быть ни специалистом, ни программистом, ни дизайнером, чтобы создать профессионально блог. Вот, поэтому, да, Елена, я вижу, что вы с тренинга с Татьяной Черновой. Отлично, но я думаю, что Татьяна вам рассказывает, да, про блог, рассказывает про его необходимость и так далее. Вот, создание блога тоже не так сложно происходит, тем более вот на шаблоне об Inspiration, где все-все-все встроено. Настраивая блог с этим шаблоном, вы практически проходите все технические азы будущего интернет-предпринимателя. Вы проходите от самого простого до сложного и в такой вот форме в виде видеоуроков, когда вы настраиваете, все сами проделываете, и вам потом в дальнейшем не будут, не страшны никакие препятствия, да, введение бизнеса в интернет. Что здесь происходит? Здесь уже как бы следующий этап, когда у вас уже есть блог, настроенный блог, сделанный блог, вы уже в дальнейшем его наполняете содержанием, контентом, да, ценностью, статьями. И здесь мы как раз и разбираем вот эти тонкие моменты. Как, допустим, ставить видео, как ставить аудио, как ставить видео там с YouTube, вот сегодня будет с YouTube, как написать статью, как ее отредактировать и так далее. И много-много-много всяких разных других тонкостей, которые вам будут встречаться при введении блога. Для чего это делается? Поскольку вы владелец блога, да, вы его автор, вы не просто управляете, ну, вы не просто, точнее, ведете его, да, пишете статьи, вы должны и администрировать его, иначе вам придется привлекать какую-то дополнительную, дополнительных специалистов, которые будут это делать. Но это не нужно, поскольку блог – это ваш инструмент, это ваше детище, которое вы будете наполнять, и это вы практически сами в интернет, поэтому вы должны знать этот инструмент от и до. Для других каких-то инструментов вы можете нанимать фрилансеров, да, ну, например, я не знаю, там, создать продающую страницу и так далее, да, написать копирайтинговый текст, но блог вы должны знать хорошо, и это должен быть ваш инструмент от начала до конца. Вы его самостоятельно создаете, вы его самостоятельно настраиваете, делаете внешний вид и самостоятельно его наполняете контентом и администрируете. Во время администрации, ну, когда вы ведете блог, когда вы им управляете, возникает масса нюансов, да, моментов. Ну, например, потеряли вы пароль, да, не знаете, как войти, или что-то установили, у вас вдруг блог исчез, вы не знаете, что делать, да, как войти в административную панель. Вот эти все тонкости мы тоже проходим. Или, допустим, вы написали текст и хотите как-то, чтобы он по-особенному отображался, даже эти моменты тоже мы проходим, элементы HTML, CSS, такой вот, в элементарной форме, да, чтобы вам было несложно, все это тоже проходится. Уже сегодня 32 урок. Естественно, предыдущие уроки, есть записи, в конце я дам, кстати, вот Василий уже дал, да, ссылочку на предыдущие записи, мы все их выкладываем, они бесплатно, вы можете все их посмотреть. Но те, у кого нет блога, задумайтесь о том, чтобы его сначала все-таки создать. Елена, Нина, обязательно, да, и чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Но в конце я еще немножко расскажу про шаблон об Inspiration, так что с ним так вообще все очень просто происходит. Итак, надеюсь, все понятно, да, и мы продолжим. Итак, сегодня у нас 32 урок, тема видео с Routube, то есть так же, как и на YouTube, мы выставляем видеоролик, затем берем код и вставляем его в запись. Мы сегодня посмотрим, как зарегистрироваться в сервисе, как загрузить видео, как вставить его в запись, и немножко редактирование кода, немножко для более продвинутых пользователей, да, немножко кода посмотрим. Итак, я выключаю видео на время вебинара, чтобы оно не мешало и не закрывало нам экран, и в конце уже его включу. Приступим. Субтитры сделал DimaTorzok